Погода под стать январю, но для пандемии разницы никакой. Масочный режим сохраняется, а значит и рейды в общественном транспорте. Там риск скученности остается высоким, продолжаются. Не делали пауз даже в праздники. В ежедневном режиме с октября месяца проводим рейды на автобусах, в трамваях, в троллейбусах. Плюс в метрополитене действует турникетная система. Это значит, что в метро пассажиры без маски не допускаются. Если же мы в наземном транспорте выявляем пассажиры без маски, то транспорт прекращает движение, пока пассажир маску не оденет. Ну и плюс с нами в рейде участвуют сотрудники полиции. Правоохранители могут привлечь к ответственности, выписать протокол, если человек будет отказываться надевать маску. За все время составлено более 150 актов, но крайние меры для исключительного случая. На морозный будем вас высаживать, начните, пожалуйста, в защитную среду. Закончились каникулы. Школьники вышли в школы и воспользовались общественным транспортом. Мы напоминаем, что необходимо с собой брать защитные средства. Мы с пониманием относимся к младшим школьникам и к детям в целом. В морозы высаживать не будем, но в любом случае стоит позаботиться о своих детях. Заботиться о своем здоровье сегодня мастхэв. Результаты рейдов показали. Сейчас все реже можно встретить нарушителей. Маски помогают, уверены большинство как пассажиров, так и работников линий. Евгений Харламов пять лет за баранкой автобуса. Рассказывает, работа сложная, но творческая. Да и масочный режим помехой не стал. А вот его коллеге Олегу Чигину сегодня выставляется двойка. И вовсе не потому, что маршрут его автобуса второй. А потому, что надевает повязку только при виде контрольной комиссии. Такая смелость может стоить здоровья как своего, так и пассажиров. Поэтому при обнаружении подобных фактов на транспортном предприятии разговор короткий. Дисциплинарная ответственность и лишение премиальных. Сообщить о таких фактах может и любой пассажир. Телефоны горячей линии размещены во всех транспортных средствах. Напомним, нарушителям масочного режима грозит судебное разбирательство. Штрафы могут доходить до 30 тысяч рублей. Гульфия Сафина, Константин Головин. События.